Добрый день, вы на канале Ситроен Вояж, мы с вами на фестивале Hello Camper Meats на Финском заливе, вечеринка в стиле Van Life. И наш первый на сегодня обзор... Газель Next. Это Газель Next, ребята, это Газель Next отечественного производства Горьковского завода. Мы сначала сейчас обойдем по кругу, я смотрю, у тебя такая шикарная здесь насадка на глушитель. Это не насадка, здесь стоит 289 лошадиных сил, тойотовский мотор. Тойот, ах, вот это интересно. Ну ладно, сейчас расскажешь. Коробка-автомат. Так, машина из Москвы. Да, да. Машина из Москвы. Так. Капот, да, дергаю, начнем с капота. Ну давай начнем с капота, поскольку это интересно. Ну, вот что касается салона, кабина сток, это машина моих друзей. Ну, не совсем сток, здесь чехолчики такие симпатичные. Вру-вру-вру, тут кресло, тут кресло мерседесовое, аппринтеры. О, сток, мерседес. Я имел в виду торпеда, ну то есть вот техническая. Так, слушай, а вот это вот приблуда такая вот интересная. Это пневма, это пневмокресло, оно вот как у дальнобойщиков. Я понял, понял, то есть это вот пневма не на колеса, а на кресло, правильно? Да, да, да. Зачем делать пневму на колеса, когда можно сделать на кресло и чувствовать себя на мерседесе? Совершенно верно. И самое интересное, что по подвеске, по ходовке, здесь полный сток, кроме кардана, коробки, мотора. Остальное все газельное. Ну, кузов тоже газельное, естественно. Слушай, она как-то утеплена, там внутри дышунка. Ну, тут автомобильная профессиональная шумоизоляция тепра, вибра и поглощающий звук. Ну, слушай, автомобильная изоляция, что ты так спекал микрофон? Я думаю, что лучше его вот так вот повесить, чтобы звук был. Автомобильная изоляция и автоизоляция для кемперов, это совершенно разные вещи. Автомобильная изоляция, они клеят прямоугольник на большую панель и считают, что вибра уже сделана. Нет, нет, здесь нюанс. Здесь эти машины строят Владимир Соловьев. И мои друзья у него купили несколько автомобилей. Подожди, Владимир Соловьев, он находится в каком городе? Калининград. Калининград, значит, не Москва. Это не Москва, а машина-то купленная у него для Москвы. А, для Москвы. Да, да, да. Слушай, а вот мы ее сейчас возьмем вот так вот и простукаем. Ну, она совершенно, вот я тебе могу сказать. Да, вот, ну вот. Ну, может быть, может быть, я... Вот здесь, вот здесь, да. А вот здесь, нет. И вот здесь вот, нет. Схалтурил? Ну, да. Схалтурил. Вот тут есть что-то сверху. А, здесь это, здесь ребра жесткости идет. Наверное, полость не заполнена. Мог бы запенить, мог бы запенить ребра жесткости. Ну, ладно, не будем придираться. Да, как бы к стройке, в принципе, отношения-то не имею. Давай, рассказывай, чья это машина? Вообще, откуда взялся вот идея этого проекта? И что это вообще? Идея, ребята заказали автомобили у Владимира. Купили себе... И начни с того, что Go2Go. Это что такое? Go2Go это бренд. 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 Чей бренд? Что он олицетворяет и так далее? Ну, такие тонкости, конечно, я к ним не готов, да. Это, в общем, очень наша хорошая знакомая Дарья Лукашевская, да. Они себе в семью сначала заказали одну машину. Для себя покататься с семьей, по... Ну, показать семью, там, поездки, типа, там, где-то морозы, на юг, там, Крым, еще что-то. Ну, такой какой-то комфортный, чтобы еще тогда под пандемией, естественно, ничего не слышали, да. Вот. А потом такая родилась идея, что машина, чтобы не проставила, ну, как бы сдавать ее в аренду, да. И потом приобрели еще два автомобиля, чтобы организовать такой мини-прокат. И потихонечку-потихонечку так все раскрутилось, и образовался бренд, да. Решили зарегистрировать, сделали сайт они. Ну, и поехал вот сейчас вот прокат. То есть ты взял сейчас эту машину в прокат? Нет. Я взял ее на тест, потому что это, так сказать, это бывшие наши клиенты. Я занимался продюсированием, съемками. Так, тогда представься и расскажи, кто ты вообще, продвинь себя. А, я Ярослав, продюсер, занимаюсь съемками кино, клипов, рекламы, ну, и, соответственно, фотографии. Вот Саня, фотограф из нашей команды. Еще один Саня, фотограф, видеооператор из моей команды. Вот, мы как фрилансеры, дауншифтеры, как это модно, бездельники в целом. Берем проекты. В общем, приехали освещать данное мероприятие. Нет, мы приехали просто познакомиться, потому что нас заинтересовала вся эта движуха. Мы хотим себе такую же машину строить сами, чтобы и на съемках ее использовать. На самом деле, вот сейчас, особенно после пандемии, только ленивый не мечтает о том, чтобы взять бус, сделать, поставить в него диван, поехать на море и наблюдать закат. Еще два года назад, до этого всего, у меня была такая мысль из-за того, что на проекты съемки по 20 часов, 18-15 часов и ехать до дома и обратно не очень удобно. Уже была тогда мечта взять какой-нибудь американский GMC, бросить туда диван, принтер, преобразователь, ну, какая-то такую продюсерку сделать, там, кулер поставить, и чтобы прямо на съемочной площадке оставаться. Вот. Потом начал интересоваться этой историей, наткнулся, кстати, на ребят от Санкт-Петербурга, да, арт-букет, на ютубовский канал, на вас, в частности, на еще одного мужичка из этого, ну, в общем, он не из России, но русский. Не помню, не помню сейчас, как называется. Он там очень хорошо освещает этот обзор автомобиля, ну, стройку тоже машин. Начал углубляться в технические вещи, и тут прилетает заказ. Как раз-таки на съемку типа автодомов для сайта самодельных. Ты имеешь в виду мотор-дальнобои, что ли? Да, 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 да. И, в общем, мне там понравились какие-то, ну, мне понравилось, что он очень детально. То есть, прямо для чайников, такие болтик туда, там, сюда, доски, ну, вот эти какие-то приборы. Ну, для меня это было тогда важно на тот момент. Сейчас, конечно, я серьезнее углубился в эту историю. Вот. И потом как раз прилетает заказ. Они, мы давно уже знакомы, да, типа, говорят, поснимаем, мы же знаем, что вы занимаетесь, там, бригада есть, все, как бы, можете сделать красиво. Я говорю, ну, не вопрос. А так как я уже интересуюсь, я уже углублен в эту историю, да, я говорю, конечно, чтобы изучить их. И все, пригнали их на съемочную площадку, три съемочных дня было, делали 360 тур для них, делали съемку на сайте на циклораме. И мы, естественно, жили в них. Прямо на, ну, прямо вот в павильоне в съемочном, ну, правда, внутри, да. И вот как раз-таки это такое было, а, вру, это не совсем было первое. У меня был еще опыт аренды у Мерседеса. Аренды Мерседес, короче. Вот, ну, тоже самоделка. И что-то закрутилось, поехали, потом мы узнали, что это такой семейный, частный, так скажем, бизнес, да, который пытается раскрутить, организовать все, чтобы было по совести. Ну, и раз машину сначала тоже там как-то на дружественной основе арендовали, потом сблизились, уже начали больше, более глубоко сотрудничать. Вот, и вот в итоге мы здесь. А, да, в Дарье еще убирается эта девушка, она же ведущая. Какую еще эту тарахтилку? А, тарахтилка. Или, а, во, во. Слушай, ну, такая мотоциклетная тема. Давай, открывай капот. Уже кто-то царапнул я, я надеюсь, не ты, да? Не, 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 благо, где? Ох ты, да, кстати. Ничего себе. Ну, мы такой ничего не цепляли. Ну, будем надеяться. Да нет, это ветка обычная какая-то. Мы даже не заезжали ни в какие кусты. Может быть, было, конечно. Не знаю, может, на парковке где-то. Ну, полирнуть можно. Так, здесь стоит тойотовская, что, восьмерка, шестерка? УЗ-3, это V8, 4,3 литра. Так. Вот, V-образник, естественно. Слушай, так он прям вот как родной сюда встал. Ну, не совсем. Тоже, ну, так как я интересуюсь и планирую себе, нужно делать автомобильчик с подобным двигателем. Здесь удлиняли раму. Удлиняли раму и делали телевизор сварной. То есть, мотор чуть-чуть сюда выдвинут и... Подожди, если он чуть-чуть выдвинут, но мордок остался на месте? Это не родная, здесь такой кожух. Это, да, получается, вот если посмотреть, здесь уже радиатор впритык. Все понятно. То есть, ну, тут прям вот так, вот так мощь выпирает из двигателя. Ну, слушай, пустое место еще для одного аккумулятора. Да, два аккумулятора в салоне я там наблюдал. Вот. Здесь вот отдельно выведена автономка. Здесь она на дизеле. И вот горловина там... А машина бензиновая? Машина бензиновая, да. А газ есть? Газа нет. А почему? А, ну, потому что... Потому что потому. Ну... Потребление. В общем, при скорости 120 км в час. Ну, она может и больше, да, но это уже газелевская база не справляется, да, с этой скоростью. Это... 120 км в час расход топлива 19 литров. 110, я прям специально сейчас замерял и ехал, когда по платной дороге, по прямой. 110 км в час 17 литров. 100 км в час 15 литров. Слушай, ну вот, когда я шел 150, и у меня был расход 14, для того, чтобы дотянуть до заправки, я специально сбросил до 120, чтобы уйти на... А что за мотор там, какой бензин, дизель? Дизель, дизель. Вот, мы ездили в Карелию. Ну, дизель, он как бы экономичный. Мы ездили в Карелию на синей газели. Она полностью сток, камен стоит, вот этот дизельный, 150 лошадей. Подробности там что-то, ну, я не знаю. И мы ехали 110, расход топлива был 13, 12 по компьютеру и 3. Ну, если так высчитать, там, с какими-то затыками, ну, где-то 13 литров выходил на ссылку за всю поездку. Стоковая газель, она хороша всем, кроме того, что у нее нету шестой передачи. Она пятистоковая. Вообще не хватает, а мотор может, все может, коробка не может. Это факт, это нам очень не хватало. Но, с другой стороны, тут вроде такой объем, не знаю, может быть, опыта еще маловато, на них как-то не хочется гнать. Слушай, ну, вот этот двигатель, его, я надеюсь, хватает для этой машины. Его перебор, перебор, я вот не знаю, ребята же, ну, ее в аренду еще не сдавали, да, ну, пока тестируют, смотрим, мы тоже помогаем. Потому что, вот, вчера ты меня вот так легко обогнал, я думаю, что ж такое-то, тапок в пол, и прям я с трудом тебя догоняю. Не-не-не, она, она может и больше, то есть, просто свыше 140, у нее уже начинает вибрация, но уже сама платформа не справляется. Вот, и, в принципе, такой запас, наверное, в путешествии, это хорошо в плане маневрирования, уход от опасных моментов. В плане в горах. Да-да-да-да-да-да-да, а то, что автомат, он помогает парковаться. Он не турбированный мотор, да? Нет, атмосферник, самый простой вообще. Вот, отлично, потому что у меня с моей турбиной выше 1000 километров в горах, она практически там только третья-четвертая скорость, уже не пятая, не шестая, я не переключаюсь, не хватает мне мотора, потому что отсутствует кислорода наверху. А, может быть, может быть, как бы, ну, такого опыта нет. Идем посмотрим внутри у нас, что есть, чего нет. Кстати, вот это вот ссылка на что? На сайт? Да, это QR-под, он должен выводить на сайт. Мы даже тестировали, вроде выводит. Это вот телефон, ребят, если вы хотите взять в аренду, кстати, по аренде, сколько стоит? А, насколько мне известно, сейчас сентябрь-октябрь, ну, эту машину не сдают, другие стоковые машины тоже переделаны в автодома. А это уже занято там до февраля. Это, да, даже, наверное, до января, до января ее вряд ли, короче, удастся взять. Вот я смотрю, здесь немножечко открывание двери. Нет, нет, нет. А, можно. Да, то есть вот она сама закрылась и сама убралась ступенька. Ребят, это прям космос, да? Угу. Но, вот, чуть песок, чуть где-то какая-то кочка перекосились эти направляющие, а то разгорел ступеньки. Нет, предохранитель стоит, заезжаем прямо на самой, туда вот я уже мыл ее просто даже. То есть до конца дверь не открыть, она... А это тоже Света Газель, тут как бы вон там, ну, в стоке она чуть шире открывается. Да, да, да. Ну, хорошо, в общем, такая ступенечка, здесь вот шторка утепленная на случай, если... И не просвечивается. Если, да, сделать блэкаут. Внизу стоит у нас электрика на 220 и переключение внешнее, внутреннее, насколько я понимаю. Все верно, это преобразователь, включение преобразователя. Инверторы. Да, да, и это от внешней розетки, если повернуть, там будет работать. Да, ну, здесь вот рундучок, который там со шмурдюком, со всяким, с одеждой. И аккумулятор, считай. И аккумулятор, здесь два, да? Один нет, один под сиденьем. Один под сиденьем. Вот это все у нас раскладывается, вот там вот есть дощечка, которая вот сюда стоит. Стол, стол вниз. А, стол даже опускается вниз, да. И получается, здесь у нас двухспалочка хорошая такая вот. Даже на ней можно вот сесть, посидеть и не упираться в верхнюю. Да. Тут, кстати, верхушка тоже складывается. И, в принципе, можно убрать, если вообще вдвоем куда-то ехать. Да. То, ну, чтобы в полный розы стоять. Верхушечка здесь где-то сантиметров, наверное. Я спал. Сорок, да. Коленку, конечно, вверх не поднимешь, но спать можно. Боком, да. И там тепло, теплее, чем внизу. Да, здесь у нас управление. Вольтметр свет. 12 вольт, небольшой сверху. Чердачок. Чердачок фрютист. Так, а здесь у нас получается трехместное сиденье. Спереди, в принципе, по документам, скорее всего, она трехместная. Хотя нет, вот я вижу еще один ремень. Ремни здесь по кругу есть, да. По документам она должна быть 9 мест. Как вот сюда пристегнуться? Это все очень просто. Я просто их убрал, потому что, естественно, мы не это. Здесь вот они, концы. Нет, а сидеть-то как здесь? А, здесь когда сидушка опускается, вот так подушкой. А, здесь получается спиночка. Да, вот так вот сидеть сюда. Это у нас тут разложен этот кемпинговый вариант. Ну, можно, конечно, поспорить насчет вот этого потолка цвета черного. Если бы его сделать белым, здесь бы чуть пространства оказалось больше бы. Может быть, цвета было бы побольше. Но зато этот мини-маркет. Это факт. Вообще серый, серый реально мини-маркет по-любому. Ну, у нас был опыт еще, мы на рыжий катались в ту. Не, ну, симпатично. Здесь вот массив доска клееная. Хорошо. Хорошо. И так вот она еще сделана. Так. Пойдем посмотрим сзади. Значит, здесь у нас под полом что? Там автономка, ну, тут технические помещения. Автономка, там рудучок под провода, под всякие, ну, там, чтобы подключиться к внешке. И туда вот все убрали. Так. Здесь душевой поддон 80 на 80. По-моему, метр на метр. Метр на метр? Метр на метр большой, да. Ну, мне кажется, ну, может, 90 на 90. Ну, я не замерял, но вот что-то какой-то он очень большой. Так, газелевский люк. Да, это... Здесь даже видно чуть-чуть вот то, что они клеили. Да, вроде клеили. Ну, он врезанный, как и мне известно, потому что в газелях заводской только вот этот вот. Ну, да. Первый, который... Да, да, да. Вот. И вот это вот панельки из Леруа. Так, а здесь у нас... А, здесь у нас еще огромная полка. Ну, там воду типа с канитрами. А тогда что вот здесь? А это сейчас мы, когда зайдем на кухню... А, там у нас еще и кухня есть. Тут внизу бак для приема воды под душу. Так, ну, давай пролезем. Пролезем. Что здесь у нас? Ага. Здесь я вижу холодильник на 220. Да, холодильник, микроволновка с грилем, термопод и мультиварка за ним. Здесь машина вся кухня на электрике. Вот, и кухня вот сюда. Да. Так, ну, если кухня на электрике, рассказывай, что на крыше, какие батареи? На крыше? На крыше нет батарей. А, то есть это только от генератора идет зарядка двух аккумуляторов. Да, да, да. Все питание. Инвертор за сколько ватт? Два киловатта. Два киловатта. Ну, в принципе, да, все должен тянуть. Все работает? Электронагреватель, да, в душе? Да. Ну, это мой додыр самый классический такой. Ну, покажи. Покажи. Что-то я его просмотрел. Да, конечно, здесь вот узенько, но я думаю, что так вот 46-й у кого размер, пройдет без проблем. Так, ну, это да, классический мой додыр, который от электричества просто греет воду. Пемпинговый душик, вот этот олфродовский. Который на 12 вольт. Да, да, да. Нажимаешь кнопочку и он пошел там работать. Да, 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 от электричества. Вот. Все нормально. Транспорт такой же, как у меня. Классический, шикарная вещь. Только, по-моему, здесь другая модель. У меня, а, 365-й, а у меня 345-й. Ну, смысл тот же, наверное. Ну, да, там верхний бачок, по-моему, на 15 литров, нижний, соответственно, там. Тоже под верхний бак. Ну, был у меня вот, как бы, такой. Я его поменял на стационарный по какой причине. Вот, смотри, выносить его, ну, конечно, не проблема. Можно здесь вот через эту штуку вынести. Но у меня, когда его выносишь, ты выносишь его через кухню, через столешницу кухни. А, да, да, да. И с него там что-то капает. И поэтому я плюнул, сделал люк наружу, и кассета у меня вынимается снаружи. А, ну, как у кемперов таких злодских. Да, я не пожалел на это 36 тысяч рублей, но посчитал, что это... Я думаю, что вы же еще и техническую часть освещаете часто. Я могу вот этот люк открыть, где электрика. Это очень интересно, очень интересно. Давай. Так, вот сделаем мы, подушечки откинем. Вот здесь вот все кишки. Ну, я вижу, да, стоит аккумулятор. Причем самый обычный, стартовый. А, нет, АГМ-овский. Стартовый он, по-моему, тут убрал. Вот, АГМ-овский. Так, и у нас вот этот инвертор на 2 киловатта. Я не знаю, насколько у него прямой синус, может быть, и не очень прямой. Но, тем не менее, все работает. Тут внутри распачена коробка, и, насколько мне известно, там еще стоит такая релюшка, которая, если аккумулятор садится... Да, который первый аккумулятор, если высаживается до 11, по-моему, из 6 вольт, он его отключает, и работает только этот. То есть, ну, на полный износ работает только этот аккумулятор. Этот бережется для запуска двигателя. Правильно, так и должно быть. Вот. Так и должно быть. Все очень интересно. Значит, если, ребят, возникнет необходимость или желание просто протестировать такой вариант, можете обратиться в эту фирму Go2Go. Go2Go, да. Да, и попробовать взять в аренду на день, на два. Ты, кстати, не сказал цены. А, я начал говорить. 10 тысяч в сутки. 10 тысяч в сутки, ребят, вполне приемлемая цена. Да, импортные дома по 15 тысяч, наши отечественные. Поддержим отечественного производителя. 10 тысяч в сутки. Это, получается, суббота, воскресенье. Как считаются сутки с одной ночевкой? Ну, считается, там, по сути, как в гостинице. Типа, в 12 взял, в 12 отдал. То есть, ну, если вы в 12 возьмете в субботу, приедете вот сюда к нам сегодня, на Финский залив. Ну, не сегодня, в другой раз. И потом, ну, воскресенье сдадите в 12, ну, там, в 13, в 14, это будет все равно считаться сутки. Ну, вообще, ребята лояльные. Вот сама владелец Дарья, да, ну, директор. Вот, с ней, ну, по телефону связь всегда, если вдруг какие-то проблемы, там, ну, я тоже же не все по машине знаю. Я иногда звоню, там есть и техническая поддержка какая-то. Ну, вот, хочется Дарье объявить огромный респект, потому что заниматься такой, скажем так, сложной темой, как аренда автодомов, да еще девушки, я считаю, ну, это, конечно, как бы не гендерные предрассудки. Это, мы понимаем, что девушки такие же люди, как и все остальные. Вопрос только в том, что обычно у девушек может быть интересы другие, а здесь, Дарья, ну, прям вот респект. Давайте развивать эту тему и дальше. Что хочу от себя добавить? Да, когда вот начал получать первый опыт, наш опыт пока только на арендных машинах, да, и одних в суток это реально мало. Минимум на трое, потому что мы вот, когда ездили зимой на аренду на Мерселесе, мы первые два дня, это был стресс и война, хотя мы были вдвоем на один Костенваген, мы были вдвоем с Дашкой, и мы прямо, у нас был нервяк, холодонько, автономка, то включается, то не включается, ну, как-то надо было привыкнуть, вот эти вещи должны свое место найти, ну, это же первая, вот самая первая поездка, да. Слушай, вот если тема у тебя так запала, ты все-таки будешь строить свой собственный дом. Да. Какая платформа? Определился? Определился. Что? Это пока засекречено. Засекречено. Максимально близко. Ладно, не будем гадать, посмотрим. Да, в феврале, в мае точно будет. Слушай, ну, у тебя какой-то канал свой или что-то есть? Мы, мы вообще вот с Дашей, мы называем себя ДНК Тревел. ДНК Тревел? ДНК Тревел. Днакомый, Даша, где-то на слуху. Да, мы вас лайкаем, у нас YouTube пока нет, у нас только, мы снимаем, но пока еще ничего не выпускали на YouTube. Ну, значит, ваши комменты просто запали. Ну, может быть, да, мы как бы стараемся какую-то активную жить. А почему ДНК? Даша? Нет. Дом на колесах Тревел. Ух ты! ДНК Тревел. Слушай, ну вот, вот не доперва никогда, да, да. Да, да. Отличное решение, отличная идейка. Вот. И мы прям действительно, вот как бы, все, мы даже немножко от заказов, если куда-то надо ехать, мы даже от съемочных заказов от работы отказываемся. Даже Дарья, она журналист и ведущая, да, вот. Может быть, даже кто-то где-то видел. Я-то не свечу с нигде. И мы прям действительно, что, больше упор делай на вот эту Тревел историю, да. Я сам учусь снимать. Вот смотри, вот эта вот тема, там, да, вот, как бы, жизнь на всю катушку, Чайлд Фри. Привержимся? Кого? Чайлд Фри. Честно говоря, неохота, да? Я вообще-то не предвинул. Планируете, да, Дарья? Планирует. Действие хорошо, причем, чем раньше, тем лучше. Я тоже так говорю, потом я не смогу уже после 30 лет. Да при чем здесь не сможешь, не сможешь? Просто сейчас, сейчас ты время потеряешь. Ну, я думаю, домик построим сейчас в феврале, и можно уже заняться стройкой другой. Другим проектом, да? Другим проектом, да, да, да. То что все серьезно. Ну, сейчас вот, ребят, небольшой спойлер, значит, у меня на канале, в ближайшее время обязательно смонтирую выгод, как я снимал еще в начале, в середине июня, про пилигрима Андрюху. Значит, вот он рассказывает, а вот сегодня, говорит, стартовал мой новый проект Екатерина Андреевна. Так что, вам, ребят, тоже новых проектов. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо за обзор и до новых встреч. Да, всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok